У каждого свободный выбор. Так вот, это уже власть, она решила, ну, потому что полный обвал, все уже. То есть, они уже использовали все возможные формы ограбления и удержания своей власти. Денег уже никаких нет, и Запад уже не дает, все. Самое важное, должны понимать, заканчиваются деньги Соединенных Штатов Америки. То есть, осталось еще август-сентябрь, ну, немножко июля еще, сегодня у нас получается 18, ну, считайте, еще 2 недели июля, 2,5 месяца. А уже с 1 октября деньги все уже, они уже должны быть израсходованы, потому что с 1 октября в Штатах начинается уже следующий финансовый год, 24-25 финансовый год. Уже понятно, что никаких денег Украина вообще не получит от Штатов, это уже константа. Ну, и от Запада тоже уже не получит. Будет Зеленский ехать, здесь не будет, это уже как бы никого не интересует. У Запада, Западной Европы уже денег тоже нет. Но нет у них денег, ни у Уэст, ни у кого нет. Ситуация ухудшается на глазах. Так вот, что они придумали? Поскольку бюджет же банкрот, а девальвация, она все равно не спасает, понимаете, по-хорошему. То надо, конечно, привлечь к соответствующему ответу этого главу Нацбанка, однозначно. То есть он кто у нас, сингуляр, он входит в эту секту Хаббарда, Хаббарда или Хаббарда, как там она называется. Вот, или не входит, да, саентологи, это же и сестра вроде Яценюка, там она в ЦРУ работает или нет, является она членом этой. Яценюк заявляет, что он якобы нет. Ну, кто ж его знает, у Яценюка аж это не так просто все понять. Помните же, про стену говорю, как оно, что оно. Ну, пока же, видите, никто не хочет проверить эти расходы. Когда он был премьер-министром, исполняющим обязанности и премьер-министром до отставки. Там же были большие деньги в бюджете, они же были забиты на стену, это же легко проверить. Ну, и поэтому, что предлагается? Предлагается, как всегда, осуществить уже тотальное дограбление остатков украинцев, которые еще настолько, как бы, недалеко гляднее, что они продолжают, так сказать, думать, что можно еще что-то делать на этой территории, которая все время находится под ударами. Ну, типа говорят, что, то есть здесь уже законопроект про предвыщение податки. Вурят подал, что типа соберут 140 миллиардов гривен. Я так понимаю, чего Шмигаля оставили, а не поставили эту Свириденко. Потому что Свириденко им осуществить такую вот экспроприацию, понятное дело, что она не в состоянии. Шмигаль, видимо, пошел на это. Ну, вот как Сирский пообещал, да, когда Залужного убрали. Сирский тоже пообещал, что он готов пустить на мясо и на фаршировку сотни тысяч украинцев, кого на 200, кого на 300. Но он будет это делать, и поэтому Залужного убрали, а Сирского поставили. Правильно? Ну, и, видимо, Шмигаль тоже это Зеленскому пообещал. Итак, что они предлагают? Ну, да, вы каждый из тебя же думаете, что от вас останется. Педвищение ставки військового сбору до доходов, визначенных статьей 163. До 5 кодекса, это 163 статья, 5%. Встановление обовязку сплаты військового сбору юр. особами. 1% доходу від будь-якої діяльности для платников податку на прибуток. Ну, короче, для всех. Встановление обовязковой сплаты військового сбору в 5% в разрахунку двух минимальных заработных плат на месяц физичными особами. Ничего себе. Обалдеть, конечно. В общем, там это уже вообще полное... Ну, это бандитизм. Это открытое ограбление. Вот. Потом, ну, и всем там будет и ФОПом, и не ФОПом. И всем-всем 1%, 5%. Вот, надо... Ага, и 5% от вартости банковских металей, которые продаются. Військового сбору 3% от вартости ювелирных вырубов, если кто-то продает. В общем, ну, тут страшные вещи, конечно. Ну, сами посмотрите, это, конечно. Дальше. Встановление. Что тут они еще хотят? Встановление обовязковой сплаты сбору 15% на бутонерухомого. И на предприемствами установлено всеми и физичными 15% на легковые автомобили. Боже, боже, что творится. Встановление 5% с продажей нерухомого. Война физичными особами войскового сбора. Слышите? Войсковый сбор. В общем, на всех. Встановление, встановление. Ну, и подняли шахциз. На еще какое-то... А, встановление, специфичные ставки, акцизную податку. 0,10 евро на литр напоя какого-то. В общем, на все. Короче, ну, это уже, помните, Чаполина смотрели. Сеньор Помидор. Там есть еще такой хороший тоже роман. Называется Тритолстяка. Да? Вот как раз Тритолстяка. Очень классно почитайте. Там четко это все прописано. Как раз про национальных гвардейцев. Там в черном... В черной амуниции эти там... Ну, все прописано. Вот. Ну, почитайте, что это тоже... Надо детские книжки уже читать. Там все. Потому что взрослые книги вам все равно бесполезны. Скажем, такие рассуждения, как мои научные. Таких высшего уровня брахманов, как Соскин, Олег Игоревич. Это для гуру. Это для вас вообще какой-то, так сказать, высшая-высшая математика. До которой вы вообще не то что дойти вообще никуда не можете. Потому что основная масса на уровне арифметики находится. Поэтому читайте вот этого самого Урфин Джуз и его Деревянные солдаты. Три Толстяка читайте. Чиполина читайте. Это как раз для карнавального общества спектакля. Это должны быть ваши собачьи сердца. Но это уже тем, которые чуть помогут лучше понимать что-то. У которых там немножко больше кю. А так вот если простое, если на уровне бытового сознания, вот это должны быть ваши, как говорится, настольные книги названные. Потому как вы все равно, народ же не понимает. То есть идет прямое ограбление. Девальвация гривни на 12% за последний. А был же доллар 20, да? 20, 22. А теперь 41, 42 уже почти. А кто за это ответит? Ну, тот Шевченко, который был, которого тогда поставили вместо этого, как он там назывался. Ой, уже их столько было, что не успеваешь их запоминать. Смолий был. После него Шевченко был. Тот быстренько в Австрию смотался. Ну, а теперь пришел этот за ним приятель этого Яценюка. А кто следующий будет? И да, они свое дело сделали, эти сливки собрали и вперед. А народ, ну что народ, что с народа возьмешь? Народ терпит. Вот сейчас будет опять, конечно, это просто выгребная, уже по последнему слову, название налогов. Ну, это бандитизм, это рэкет. Налога вообще нет, чтобы вы понимали. Что значит налог? Налог – это взаимная договоренность между гражданами и теми менеджерами, которых эти граждане назначают на эти посты. Понимаете, нет? И менеджеры должны отчитываться, куда они деньги дели. Они должны отчитываться за деньги, на что они их тратят. Почему они сделали такой безумный долг? 20 миллиардов реструктурировать долго они не могут. Переговоры идут 1 августа, уже крайний срок, дефолт должен быть. То есть, ситуация очень простая. Группа людей, бандократов, разбойников захватила командные высоты в государстве. И наглейшим образом в 21 веке превратила, они не скрывают этого, превратила население страны в рабов. Назвала, говорит, крепаки, закрепаченные. Народ на панщину идет, как обзарь же говорил, и детачок своих ведет. Все погорело, люди подурилы, сами на панщину идут, и детачок своих ведут. Как обзаря читайте, там тоже вам полезно будет, чтобы зеленый туман в мозгах развеивался в остатках. Ну и, естественно, это означает, что страна банкрот. Никаких они, конечно, 140 миллиардов не соберут, это понятно. Потому что работать же уже невозможно, света ж нет. Света нет. Плюс началась уже заслуха, значит, не будет сельхозпродукции. Это единственный остался ресурс Украины, по сути. Таким образом, плюс огромный же дефицит торгового внешнего баланса. Закрыть же его нечем. Главный, кто сюда поставляет продукцию, это Китай сегодня. Китай там, Польша, Германия. Вот это главные импортеры в Украине. Самое классное, что коммунистический Китай, главный импортер, главный союзник Путина, он же главный, фактически, почти торговый партнер Украины. Правда, бред? Совершенный бред. Это говорит, что при власти стоят скрытые коммунно-бандиты, купленные Синдзепином давно. Помните, на украинском языке Синдзепина вышли труды. Их Елена Зеленская презентовала. Она нехила, правда? Проводит она сейчас уроки счастья или кто-то уже другой проводит? Вообще, Украина очень счастливая страна для детей, уроки счастья. Вся страна сейчас в счастье находится. Еще пару таких ударов по Киеву, как был, по Ахмадету, да, по вот этому второму объекту на левом берегу. И вообще будет полное счастье. Уже настолько много погибших, что уже этих кладбищ, мемориалов, уже надо строить в каждом областном центре. Потому что одного кладбища мало. Такие огромные потери. То есть мы с вами видим, что, по сути, вот это усиление так называемых налогов, это бандитская рента в государстве стационарного бандита под видом налогов, это уже окончательный финансово-экономический крах страны. То есть страна не имеет уже генерирующих мощностей, остались только атомные станции. Но они их тоже выведут из строя. Ну, плюс вот эти на реке Днепр, там и Днестр. Это то, что еще надо доразрушить, чтобы уже окончательно все остановилось. В стране не будет урожая, потому что засуха со всеми вытекающими последствиями. В стране вывозится сейчас зерно. Скорее всего, к зиме зерна не останется, значит хлеба не будет. Будет переход к карточной системе. В стране полностью будет разрушение больших городов, поскольку ни воды, ни генерирующих мощности, электричества, тепла не будет. Канализации тоже не будет, увидите. Крупные сети работать не будут, потому что на чем они будут работать, если нет света. Правительство такое умное, что поднимает акциз на горючее, на нефтепродукты. Это чтобы люди не могли генераторы себе покупать. Генераторы на чем работают? На дизеле, на бензине, да? Поэтому акциз надо поднимать. То есть мы с вами видим, что практически идет уничтожение народно-хозяйственного комплекса. Ну, запас есть. Фактически они делают то же самое, Зеленский, то же самое делаешь Джугашвили, Хрущев, Каганович, когда делался голодомор. Вполне возможно, что такая цель, чтобы просто организовать голодомор в стране. И как бы уже сделано то, что выезжать же нельзя, поэтому надо сделать сейчас только карточную систему, голодовку, поднять типа налоги, рэкет сделать, и чтобы людям не было что есть, и они начали вздыхать. Они вздыхают только те, которых отправляют на фронт. Мужчин, женщин. Винтовку в руки, иди, убивай славян православных. Там такой же безумный сидит в Кремле, Путин, эти самых. Жрет червей, которые вылазят с мумии Ульянова Бланка. Вот, и поэтому у него в головах тоже черви развелись. У Димы Медведева, у него, у Володина, у Матвиенко, у всей этой пуштухи. Вот и все. Поэтому вывод какой делаем? Будет девальвация, будет уничтожение гривни, это понятно. Они ее пытаются сейчас девальвировать плавно, чтобы надо же печатать деньги. Деньги печатаются, надо же давать зарплату, пенсии. Параллельно увеличивается рэкет под названием налогов военного сбора. Параллельно они увеличат НДС, потом увеличат налог на прибыль, подоходный налог. Ну, то есть, будет этого, потому что денег же вообще не будет. Ну, и дальше, как бы, уже это открытый террор. Это уже будет открытый террор, карточная система. Ну, если народ будет терпеть. Плюс будут штрафы на мужчин откладываться, вплоть до конфискации даже их квартир. Даже если они в совместной собственности с женой находятся, с детьми. То есть, они ни перед чем, эта банда ни перед чем не остановится. Она не такая большая. Но люди это все обсуждают, как они к этому приспособятся. Сельские куркули, мэры там остальные, не приспособитесь. Все сдохните, читайте хроники Сталина. Там все написано, как всех ваших визави перебили. Такие, как Сталин, там Каганович, Хрущев и прочая шушера, Берия. И вас так перебьют всех. Сначала вашими руками убьют одних, потом вас убьют другими руками. Потом тех, кто вас убил, наберут третьи руки. Это нормальный процесс. Так всегда было. Дзержинского убили Троцкий. Троцкого убили этот Рыков, Пятаков, Бухарин, Ежов. Ягода был еще такой. Ягоду убрал этот самый, как он называется, Ежов. Ежова убрал Берия. Берию потом убрали Хрущев и так далее. Берия убрал Сталина вместе с Хрущевым, Кагановичем, Жуковым, Булганином и Маленковичем. Так что это все было Маленковым. Это все было, было, было. Потом Хрущева убрал Брежнев, Косыгин и Подгорный. Потом Брежнев на тот свет отправился. Его заменил Андропов. Андропова стрельнули, он был на одном нырке. Потом это самое, его заменил Черненко. Черненко не стало, заменил Горбачев, потом Ельцин, ну и так далее. Ельцин, а Путин заменил. Теперь вопрос, кто Путина заменит. А в Украине тоже, что думаете, Зеленского никто не сможет заменить. Его же уже термин, все, уже истек. Будет он ездить куда-то там в Туманный Альбион или в Париж или еще куда-то, это не имеет значения.